МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Как назовешь, так и полетит. Завершилась всенародная акция переименования аэропортов. За проезд передаем. Покупать билеты в транспорте теперь можно с помощью банковской карты. От Владивостока до Калининграда в столице Чувашии прошел фестиваль «Дружба народов». Документ о переименовании аэропортов подпишет президент России. Всенародная акция завершилась на этой неделе. Большинство жителей Чувашии отдали голоса за космонавта Андреяна Николаева. Какие изменения ждут Чебоксарский аэропорт? Из-за кого проголосовал глава Республики? Подробности у Дмитрия Ковалева. Стать лицом воздушной гавани Чебоксар был достоин каждый из претендентов. В финале голосовали из-за легендарного офтальмолога Святослава Федорова, из-за чувашского просветителя Ивана Яковлева. Но в итоге лидером опроса стал Андреян Николаев. Глава Республики отметил, что и сам проголосовал за дважды Героя Советского Союза. Это еще хороший такой этап в нашей жизни, совместной нашей деятельности, чтобы аэропорт носил имя Андрея Николаева. Мы горды своими великими сыновьями. Но и в данном случае Андрея Николаев, наш великий легендарный сын, третий космонавт с первой бригады космонавтов. Но великому имени Чебоксарский аэропорт должен соответствовать. Перспективы воздушной гавани зависят от инвесторов. Первый этап реконструкции начался. Второй этаж аэровокзала долгое время пустовал. Недавно начался капитальный ремонт. И именно здесь расположится зона вылета для пассажиров. На первом этаже, там где сейчас располагаются залы ожидания, будет обустроена зона прилета. Инвесторы отмечают, пассажиропоток значительно вырос, а вот условия пребывания в аэропорту пока далеки от идеала. Работы начались, но стоит набраться терпения. Порядка восьми месяцев только делается проект. Очень много согласований федеральных, региональных и прочих. Значит, пректраэтная работа идет. Будет заниматься, по всей видимости, этим проектный институт очень большой. В ближайшее время узнают жители и пассажиры. В планах договор, значит, наш говорит о том, что мы в двадцать первом году должны это здание привести в соответствие нормам, требованиям. В ближайшие годы будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка и зона стоянки самолетов. Поддержку пообещали оказать и в федеральном центре. Спрос на авиарейсы неуклонно растет. Сейчас воздушные суда из Чебоксар летают в Уфу, Санкт-Петербург и Москву. Быстро за один час долетаем до Москвы и с ребенком в особенности. Часто пользуетесь? Да, постоянно. Я, как правило, на самолете летаю. По крайней мере, Москва-Чебоксар. По прогнозам, в этом году аэропорт перевезет порядка трехсот тысяч человек в перспективе и открытия новых рейсов. Еще ряд других маршрутов межрегионального значения будут открыты, потому что стоимость билета субсидируется. И наша задача в течение трех, максимум пяти лет, привезти аэропорт на другой уровень, на другой облик. Мы делаем все возможное, делаем максимально, чтобы как можно более комфортным были перелеты. Работаем активно с авиаперевозчиком. Очень многие перевозчики приходят сюда, скажем так, по коммерческим и финансовым договоренностям. В ближайшем обозримом будущем, нескольких лет, семи, наверное, десяти, я думаю, 500 тысяч пассажиров – это реальные цифры, которые можно здесь сделать. После реконструкции на фасаде аэровокзала появится имя третьего космонавта планеты. На время строительных работ в одном из залов установят мемориальный уголок Андриана Николаева, за которого проголосовали более 36 тысяч человек. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика. С 1 января будущего года в Чувашии начнутся прямые выплаты пособий. Что изменится для работников и работодателей в нашем следующем материале? Фонд социального страхования будет напрямую выплачивать 6 видов пособий. По временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком. Алгоритм действия таков. Работник предоставляет необходимые документы и заявления на выплату пособий. Работодатели отправляют бумаги в региональное отделение фонда соцстрахования. В течение 10 дней работник получает денежные выплаты банковским или почтовым переводом. Способ он выбирает сам. Новая схема, в отличие от нынешней, гарантирует выплату пособий. Если средств нет, а если есть какие-то долговые, например, скажем, обязательства, то деньги, даже перечисленные в связи с недостаточным средством работодателя, они уходили, по, скажем, например, разным исполнительным листам и опять до работника не доходили. Поэтому работник будет получать их сразу в руки, независимо от финансового состояния работодателя. По такой схеме некоторые регионы страны начали работать с 2011 года. Теперь прямые выплаты будут действовать в 50 субъектах федерации. Отметим, выплаты пособий на погребение и 4 дополнительных выходных в месяц по уходу за детьми инвалидными останутся за работодателем. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Бахтияр Вилеев, Республика. Пользоваться услугами транспорта теперь можно, даже не имея наличных в кармане. Выручает бесконтактная банковская карта. Эта работа проводится в рамках реализации транспортной реформы, которая началась в Чебоксарах 1 декабря. Организаторы, администрации столицы и Чувашское отделение Сбербанк России. С новыми технологиями знакомилась и наша съемочная группа. Первыми пассажирами, воспользовавшимися новой системой оплаты за проезд в общественном транспорте, стали министр транспорта Чуваший Владимир Иванов и управляющий ПАО Сбербанка Юрий Бычковский. Поймал себя на мысли, за последний год практически не пользуюсь наличными деньгами. Все возможности есть оплаты пластиковой картой. Я думаю, что ближайшие несколько лет, 2-3 года пройдет, и мы, скорее всего, совсем в общественном транспорте откажемся от наличных денег. Как по этому пути идут европейские города. В маршрутке, автобусе или троллейбусе в любом городском транспорте пассажирам достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту либо смартфон с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Быстро, удобно, безопасно. Добрый день, уважаемые пассажиры. Прошу передавать за проезд. Отлично. Пожалуйста. Плюсов много. Пассажиры не беспокоятся о постоянном пополнении ЕТК или наличии мелочи в кошельке. Кондукторы не тратят время на то, чтобы посчитать выручку в конце смены. Выигрыши и само предприятие. Процент безналичной оплаты сегодня составляет порядка 65%, то он с введением банковской карты увеличится процентов на 80%. Мы сегодня рассчитываем. Поэтому от налички остается 20%. Это практически совсем мизер. Поэтому для всех удобно. И для пассажира, и для кондуктора, и для предприятия. Легче считать, и не надо пересчитывать. Безнал изменил взаимоотношения пассажира и кондуктора. Нам стало удобнее. Потому что многие пожилые люди рады. Потому что у них деньги идут, пенсии идут на карту. Им не надо ходить продлевать эти карты. Вот, ЭТК. Продевать не надо. Деньги не надо положить. Им удобно. Сидят. Подошла я. Вот. И говорю. Вперед шагаете. Да? Говорит. Не отстаем. Кстати, если проезд оплачивать по банковской карте, то получается дешевле, чем платить наличными. Транспорт – это, скажем, такая сфера, в которой еще остается очень много расчетов наличными. И с этим нужно что-то делать. Потому что наличные – это, во-первых, дорого. Всегда это дорого для любых компаний. С наличными нужно работать, нужно иметь кондукторов, нужно пересчитывать наличные, сдавать их в банк. И это все затраты. Вот. Когда безналичные расчеты, затрат на это гораздо меньше. Вот. Еще это прозрачные потоки денежных средств. То есть, а раз есть прозрачность, значит, лучше будут уплачиваться налоги, а значит, будет пополняться казна республики и страны. Галина Титарчук, Павел Оридков, Республика. В республике назвали победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». По итогам регионального этапа награду вручили Синьяльскому сельскому поселению за хорошую организацию градостроительной политики. В этой же номинации на федеральном этапе отличились Чебоксары. Юнгинское сельское поселение Маргаушского района признали лучшим за решение вопросов по организации экономической политики. В номинации за укрепление межнационального мира первые места заняли города Алатарь и староатайское поселение Красночитайского района. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который, будучи пьяным за рулем, умышленно сбил на своем автомобиле 14-летнюю девушку. Инцидент произошел в сентябре этого года в Урнарском районе. По версии следствия, девушка отказалась садиться в машину к 49-летнему односельчанину. После этого мужчина последовал за ней, съехал в кювет и намеренно сбил девушку. Она, получается, осталась и убежала вот так. Я на другую сторону. И вот сюда она добежала и в машину прямо за ней, под машину проехала. 14-летней пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью. А именно, ей были причинены переломы позвоночника, руки и ноги. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Следует также отметить, что органами ГИБДД он привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это административное правонарушение он лишен права управления транспортными средствами на полтора года. А также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Мужчина находится под стражей. На его автомобиль наложен арест. Лед на Волге еще до конца не встал. А любители подледной ловли уже спешат на рыбалку, выбирая места поближе к открытой воде. Стоят ли маленькие окуньки и ершики такого риска? Мнение рыбаков и сотрудников МЧС разнятся. Толщина не менее 10 сантиметров. Да, для одного человека. Лед должен быть какой? Структура однообразная. Однообразный, чистый лед. Чистый, прозрачный лед. Прозрачный, да. Вот здесь толщина соответствует предъявляемой требования. Вот где открытая вода, туда не ходите. А мы не ходим туда. Благоразумия хватает не всем. Поэтому сотрудники МЧС держат на контроле особо опасные места, где рыбаков собирается много. Их в республике 16. И лидирует в этом роковом рейтинге территория около Нижнего Бьефа Чебоксарской ГЭС. Там лед крайне неоднороден по структуре. Зимой его толщина может достигать 20-30 сантиметров. А под работающими агрегатами вода может и вовсе не замерзать. Поэтому спасатели советуют вместе с рыбацким ящиком захватить с собой средства спасения. Если на воде мы находимся на льду во время рыбалки, значит должны быть средства оказания помощи не только для себя, чтобы помощь себе оказать, но и помочь кому-то другому. Вот необходимы такие вещи. Это как бы зацепы. Другие средства оказания помощи. Вот допустим, конец Александрового спасательного средства. Ну или лишнее иметь при себе какую-нибудь веревку. Напомнить правила нахождения на льду и вручить памятку получается только тем, кто ловит на безопасной территории. Здесь, в нескольких километрах от ГЭС, лед 17 сантиметров. А вот до тех, кто забирается ближе к открытой воде, не добраться, не достучаться. Там толщина 5 и менее сантиметров. Есть риск спровоцировать провал. Пока в законе нет никакого наказания за выход на опасный лед. Над этим работают законодатели, а сотрудники МЧС тем временем каждые выходные выходят в рейды и неустанно следят за любителями рыбно-адреналиновой охоты. Ни трещины, ни промоины не способны спугнуть отважных мужчин-рыбаков. Кучкуются они то ли по принципу здесь хорошо клюют, то ли из соображений самосохранности. Окунь, ёрш. Просто близко к дому. Когда вместе не опасно. Вытащат, если что. Впрочем, очевидцы не всегда в силах помочь человеку в ледяной воде. Свидетельство тому случай из печальной статистики уже этого года. В прошлое воскресенье 2 декабря район города Козловки. Мужчина 43 года переходил пешком с левого берега реки Волга на правый берег в сторону города Козловки. И не дойдя буквально 20 метров до берега правого, провалился под тонкий лед. Провалился. Очевидцы, которые находились на берегу, на правом берегу, пытались ему помочь. Но расстояние и толщина льда не позволили своевременно оказать помощь пострадавшим. Человек погиб. В прошлом году под лед ушло 3 человека. Чужие трагические ошибки все же должны чему-то учить особо рьяных рыболовов. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Валерий Резюков. Республика. Этот год прошел в республике под знаком 170-летия со дня рождения великого просветителя чувашского народа Ивана Яковлева. Сегодня в зале театр оперы и балета собрались учителя, артисты, ученые, писатели, журналисты. Все, кто своим каждодневным трудом старается следовать заветам патриарха. Наследие, которое ставил Иван Яковлев, стало стартом для настоящей культурной революции. С появлением письменности семимильными шагами стали развиваться поэзия, проза, исполнительское мастерство. Получившие возможность учиться, представители чувашского народа преуспели в различных науках и внесли огромный вклад в становление общественно-политических отношений. Этот человек достоин самой уважительной памяти. И мы не только храним ее, но и передаем подрастающему поколению. В течение года Яковлева состоялось множество событий. Конкурсы, литературные научные чтения, открытые уроки, экскурсии, кинопоказы. Самые активные творческие участники культурного марафона были отмечены наградами. Нашей телерадиокомпании очень приятно быть в их числе. Жизнедеятельность великого просветителя. Неиссякаемый источник вдохновения. Тем более, что у всех у нас еще будут поводы неоднократно вернуться к этим темам. 170-летие создания чувашского букваря. 100-летие завещания чувашскому народу. Министр культуры Чуваший Константин Яковлев отметил, у патриарха множество духовных наследников. Хочется поблагодарить абсолютно всех. И, конечно, всех еще раз призывать, чтобы слова, те записанные завете Ивана Яковлевича, они и у нас воплотились в жизни. 7 декабря республика присоединится к Всероссийскому правовому диктанту. Он включает в себя 30 тестовых заданий на знание основ Конституции, законодательных актов и понятий юриспруденции. Оценить свой уровень правовой грамотности возможно в онлайн-режиме на сайте юрдиктант.рф. Для очного написания диктанта в республике откроются 63 площадки. Главное в ЧГУ имени Ульянова. В национальной библиотеке примут людей с ограниченными возможностями. Начало диктанта в пятницу в 12 часов. Русские чуваши-татары – народы Крайнего Севера. Культуру этих и других национальностей представили студенты Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева на седьмом фестивале Дружбы народов. Знакомилась с участниками Ольга Пырочкина. Дорогие друзья, встречайте участников фестиваля Дружбы народов! Белорусы! Татары! Не важно, кто ты по национальности в жизни. На сцене можно примерить любой образ, прочувствовать и понять культуру любого народа. В этом смысл традиционного фестиваля Чувашского государственного педагогического университета Дружба народов. В этом году студенты выиграли грант Росмолодежи, и теперь фестиваль прошел в новом, более масштабном формате. У нас была танцевальная школа. Мы приглашали профессиональных хореографов для того, чтобы студенты могли изучить элементы народных танцев, подлинных народных танцев. Мы работали с филологами, потому что студенты узнали много нового о сказках, легендах, обычаях народов. Мы работали с краеведами. Физмаль! 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 Студенты физико-математического факультета рассказали об эскимосах. Они представили зрителям легенду про древний дух Калупелук. У тебя клюет? И как клюет? На что клюет? А у нас клюет? Тише! Тише! Иначе Калупелука услышит вас. Калупелука – это древний дух, что следует за нашим племенем. С традициями и обычаями татар познакомили студенты факультета «История, управление и права». Своё выступление факультет построил на основе татарской легенды. Я Иван Грозный. Очень приятно, царь. Астрахани брал, тарт убрал и Казань возьму. Это мех от обычной куртки. Это шторы. А внутри там проволока содержит. Каждое представление не более 10 минут. За это время студенты успевали спеть, танцевать, разыграть сценки. А вот тебе список дел и шли. Я приехал специально на ваш фестиваль. Человек может относиться хорошо, если он владеет какой-то информацией о народе, не воспринимает его как чуждого, чужого, пришлого, а как ближнего друга, брата. Жюри оценивало цельность идеи, хореографию, режиссуру выступлений факультетов. Впрочем, кто победил в фестивале «Дружба народов» понятны из названия. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Сёмкин